МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Алексей Андреев. На Петербургском международном экономическом форуме обнародованы результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это первая полномасштабная оценка регионов по комфортности ведения бизнеса. Чуваша вошла в лидирующую группу группу А по направлению регуляторная среда, благодаря эффективным институтам защищенности бизнеса. В частности, отмечено наличие и качество регионального законодательства о защите прав инвесторов и поддержке инвестиционной деятельности. Прозрачность ведения бизнеса. В группе А республика находится также по показателю удовлетворенности предпринимателей мерами господдержки в регионе. Ну а сегодня в Чебоксарах торжественно откроется командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Накануне открытия в Чебоксары прилетел президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свейн Арне Хансен. Он был избран на этот пост недавно, в апреле текущего года. И чемпионат, который пройдет в Чебоксарах, его первые крупные соревнования в качестве президента ассоциации. Был прекрасно организован чартер. Спасибо, все было очень хорошо. Я ожидаю очень интересные, хорошие соревнования здесь. Особенно в этот год, когда нет большого европейского чемпионата. Эти соревнования для нас очень важны. Очень хотелось, чтобы была хорошая погода. А так, я уверен, что соревнования специальные, особенные и будут очень интересные. Своими впечатлениями от прилета Свейн Арне Хансен поделился и с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сегодня в Доме правительства состоялась встреча на высшем уровне. Европейская легкая атлетика дала вам право на проведение этого соревнования, потому что мы были совершенно уверены в том, что вы сможете обеспечить очень высокий уровень этих соревнований в течение ближайших двух дней. Спортивные мероприятия на нас, с одной стороны, возлагают огромную ответственность, но, с другой стороны, мы рады приветствовать всех коллег самого президента, самих спортсменов. Это нас вдохновляет и дает дополнительные стимулы для дальнейшего движения вперед. После встречи Михаил Игнатьев и Свейна Арне Хансен приняли участие в брифинге организаторов чемпионата. Подробнее об этом смотрите в вечернем выпуске программы «Республика» в 19.30. Анастасия Алексеева, Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, «Республика». Завтра начнется борьба за медали. Самые важные участники соревнования спортсмены уже прилетели в Чебоксары. В аэропорту их встречали мои коллеги. Четыре международных чартерных рейса с легкоатлетами с перерывом в полтора часа. Чебоксарский аэропорт взял на себя основную часть нагрузки по встрече спортсменов. К этому событию подготовились заранее, увеличили зону паспортного контроля, ускорили работу всех служб. Одними из первых в Чебоксары прибыли сборные Германии и Финляндии. В составе немецкой сборной звезды мировой величины. Их команда рассчитывает на успех в этих международных стартах. Я думаю, мы все готовы. Это очень важно для нас. Это шаг к мировому чемпионату. Мы сильная команда, поэтому мы сможем соревноваться здесь. Я тренировалась весь прошлый год. Последняя моя тренировка была вчера. Она была продуктивна. И да, я готова к соревнованию. Я готова к соревнованию. В освобождении про Саташи и волонтеров направились в отели и гостиницы. Сильнейшие спортсмены Старого Света прибыли в столицу Чувашии. Для отдыха и акклиматизации у них есть всего лишь один день. Дальше борьба за медали. В эти выходные Европейское легкоатлетическое общество и весь мир узнают имена лучших спортсменов командного чемпионата. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. До начала церемонии торжественного открытия командного чемпионата Европы по легкой атлетике на Красной площади остались считанные часы. Мы напоминаем, что для гостей и жителей столицы подготовлена обширная развлекательная программа. В пятницу в 4 часа вечера начнут работу интерактивные площадки. Через час праздничный концерт в формате церемонии MTV Awards с молодыми артистами с включением спецкоров и интервью. Главная особенность концерта – показ клипа о чебоксарах и чемпионате с участием каждого зрителя, созданного в режиме онлайн. В 18 часов от монумента матери стартует легкоатлетический забег, который финиширует на Красной площади. А в 20 часов начнется церемония торжественного открытия командного чемпионата Европы. Зрителей ждет грандиозная театрализованная постановка, спортивный микс, массовый флешмоб под русскую калинку и презентация 12 стран-участник чемпионата Европы. Продолжит вечер концерт итальянской певицы Ингрид. В 22 часа начнется дискотека на открытом воздухе, а в 11 вечера состоится музыкальный фейерверк. В субботу, 20 июня, с 15 до 19.30 пройдут предварительные соревнования. В воскресенье также в 3 часа начнутся финальные состязания. Бег на дистанции 200 метров, 800 метров, 1,5 и 3 километра. Бег на 100 метров с барьерами, толкание ядра, метание диска, копья, прыжки в длину и высоту. Цена билета на один день соревнований от 200 до 800 рублей. На два дня от 300 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно в Чебоксарах, в Доме торговли, Детском мире, Мегамоле, Доме мод и в Новочебоксарске. Работают специальные мобильные палатки. Продажи идут на сайтах чемпионата и кассах Рамблер. В Чувашии началось внутрипартийное голосование, которое позволит определить кандидатуру от «Единой России» для выдвижения на предстоящие сентябрьские выборы на пост главы Чувашии. В Доме культуры Ядренского района прошла первая встреча кандидатов с выборщиками трех местных отделений партии – Ядренского, Красночитайского и Маргаушского районов. Выбрать кандидатуру от «Единой России» на предстоящие выборы главы Чувашии предстоит 1100 выборщикам. Их утвердил региональный полицовет партии. За выдвижение борются восемь кандидатов, временно исполняющие обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев, олимпийская чемпионка Елена Николаева, директор Чувашского государственного, Института гуманитарных наук Юрий Исаев и другие. На первой встрече с выборщиками в Ядренском районе участвовало шесть кандидатов. Каждый представил свою программу. Основной задачей своей программы Михаил Игнатьев считает создание условий для развития человека, его самореализации, а также укрепление общечеловеческих и общесемейных ценностей. Все взятые социальные обязательства, как мы выполняли, так выполняем и будем сполна выполнять. И эта программа, стратегия в политике, она была приоритетом и остается. Следующее серьезное направление – это уважительное отношение к нашим ветеранам и оказание содействия в виде социальных выплат. Кроме этого программы, которую я провозгласила политическая партия «Единая Россия», я уже как товарищ по партии могу сказать, это детские сады детям, новые дороги городам России, они эффективно выполняются. О единой команде говорил на встрече Елена Николаева. «Я патриот своей Чувашской республики и уверенно могу заверить, что жить и работать в Чувашской республике – это здорово. Команда главы республики и партии «Единая Россия», я считаю, успешно развивает и воплощает все те планы, которые наметили на все годы, сколько мы уже находимся во главе Михаила Васильевича. И поэтому хочется на самом деле пожелать всем нам, чтобы вчерашняя мечта была надеждой сегодняшнего дня и реальностью завтрашнего дня». После выступления кандидаты ответили на вопросы выборщиков. Интересовались, к примеру, привлечением инвестиций в экономику, планами по обеспечению занятости населения и достойной оплаты труда. Затем прошло тайное рейтинговое голосование. Итог. В Рио главы Чуваши и Михаила Игнатьева поддержали 91,4%. Следующие встречи кандидатов с выборщиками запланированы на сегодня, 19 июня в Чебоксарах, а 20 числа кандидаты посетят сразу несколько районов – Батаревский, Цивильский и город Канаш. На заседании Республиканской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений председатель Кабинета министров, президент Торгово-промышленной палаты и председатель Республиканского объединения профсоюзов подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Чувашии, а также обсудили проект федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда работников. Соглашение предусматривает, что в организациях внебюджетного сектора экономики Чувашии минимальная заработная плата должна быть установлена на уровне величины прожиточного минимума. В четвертом квартале 2014 года в Чувашии он составил в среднем 6 988 рублей в месяц. Это на 1023 рубля выше уровня минимальной заработной платы. Профсоюзы считают, что это соглашение будет способствовать развитию экономики. Даже в период кризиса мы считаем, что должен стимулироваться внутренний спрос на товары и услуги, в том числе и через повышение заработной платы. Потому что мы считаем, что это позволит сократить количество жителей Республики, находящихся за чертой бедности, будет меньше обращающихся за различными пособиями и компенсациями. Председатель Кабинета Министров Иван Моторин в свою очередь подчеркнул, что необходимость выработать новое трехстороннее соглашение назрела давно. Предыдущее было подписано еще 8 лет назад. Был кризис и 8-9 года. Только Российская Федерация Республики набрала неплохие темпы. В 11, 12, 13, 14 годах вступили мы в новые кризисные явления, которые совместно с работодателем и с профсоюзом стараемся преодолеть. Но понимая, что откладывать данный вопрос, наверное, уже было невозможно, после долгих согласительных процедур, сегодня мы подошли к подписанию данного документа. Надеюсь, что он позволит защитить права работников, в первую очередь, дать возможность работодателям иметь инструмент для развития этих отношений. Поддержал своих коллег и председателя регионального объединения работодателей Игорь Кустарин. По его словам, выстроенная схема профсоюза власть работодателей позволяет снять многие социальные вопросы. Объединение работодателей, в свою очередь, уделяет очень большое внимание развитию социальной роли, социальной ответственности бизнеса, созданию достойных рабочих мест, достойной зарплаты. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы как можно больше предпринимателей и работодателей не использовало практику серых схем, каких-то других процедур. И в этой связи мы воспринимаем подписание этого соглашения как очередной шаг к повышению социальной роли социально-ответственного бизнеса и развитию системы социального партнерства. Соглашение распространяется на юридических лиц индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, работающих на территории Чувашской республики. На заседании министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала о проекте федерального закона об установлении минимальных гарантий по оплате труда. Он определяет порядок и сроки поэтапного повышения МРОД до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году. Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, предлагается обеспечить соотношение МРОД с прожиточным минимумом трудоспособного населения на уровне 2014 года 64%, установив МРОД с 1 января 2016 года в сумме 7198 рублей в месяц или повышение размера МРОД на 20,7%. Основная проблема реализации норм ст. 131 и 421 Трудового кодекса является то, что в случае доведения МРОД до среднероссийского прожиточного минимума в ряде субъектов Российской Федерации МРОД превысит региональные прожиточные минимумы. Данные законопроекта обсуждается во всех регионах страны. Готовится предложение от субъектов Федерации. По мнению собравшихся, увеличение стоимости труда станет стимулом для повышения производительности труда и сократить число нуждающихся в государственной поддержке. Члены Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений решили поддержать рассматриваемый законопроект, но с коэффициентной поправкой. Татьяна Мулак, Валена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Учитывая, что все население земного шара делится на две части – врачей и пациентов, это профессиональный праздник, можно считать всенародным. Врачи, фельдшеров, медсестер и всех, кто имеет отношение к этой самой благородной профессии, поздравляли сегодня в Театре оперы и балета. История здравоохранения – суть истории страны. Победа над теми или иными заболеваниями – это не только торжество медицины, но и социальные достижения. И сегодня один из главных показателей эффективности работы врачей – продолжительность жизни. А мы с вами в последние годы стали жить дольше. Снижается и смертность от различных острых состояний, благодаря созданию межрайонных специализированных центров. С момента открытия межрайонного центра в городе Шумерле наша работа существенно облегчилась, потому что тяжелые больные с инсультом, с инфарктом миокарда, с тяжелыми травмами переводятся в центр, где оказывается квалифицированная помощь, что позитивно сказывается как раз на сроках выздоровления и качестве оказания помощи таким тяжелым больным. Они выздоравливают быстрее и смертность за счет этого снизилась. Сегодня в отрасли здравоохранения трудятся около 19 тысяч врачей и средних медработников. Реализуется несколько государственных программ модернизации, привлечения кадров, развития медицинской инфраструктуры. Идется масштабная профилактика. Впервые разработан и внедрен профиль здоровья городов и районов Чуваши. Как итог, люди стали относиться к медицинским работникам с большим доверием. Если в прошлом году в процентном отношении были удовлетворены наши с вами работы порядка 43%, то в этом году это 57%. Конечно, хотелось бы, чтобы все 100% наших пациентов, приходящих в наше лечебное учреждение, говорили нам слова благодарности. Но, видимо, у нас еще есть над чем работать, у нас есть еще куда стремиться. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев поблагодарил медицинских работников за то, что здоровый образ жизни они пропагандируют личным примером. Зарядки со звездой, прогулки с врачом, множество других мероприятий не обходятся без их активного участия. Но главное, конечно, это умение медицинских работников делать свое дело. Среди награжденных были и хирурги и окулисты, педиатры и кардиологи, и даже заведующие отделением гиперборической оксигенации. За этим труднопроизносимым названием скрывается барокамера. Сегодня в нескольких медицинских учреждениях Чуваши есть специальное оборудование для лечения кислородом. Но специализированное отделение только одно – в Республиканской клинической больнице. И заведует им Вячеслав Мизуров. Уши заложила? Да. Делаем глотательное движение. Прокол. Официальный день медработника отмечается в этом году 21 июня. У нас еще есть время поздравить всех, кто не раз приходил нам на помощь, и пожелать им здоровья. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Праздник к нам приходит. До Дня Республики осталось меньше недели. И сегодня журналистам в подробностях рассказали о предстоящих мероприятиях. С программой ознакомилась Ольга Пырочкина. 23 и 24 июня перед жителями Республики, и в частности, в столице Чуваши, встанет непростая дилемма. А куда пойти? Мероприятий планируется очень много, и даже те, которые мы, казалось, уже привыкли, в этом году пройдут в новом формате. К примеру, Рудники России. Фестиваль стал настолько популярным, что участникам приходится проходить кастинг из полусотни заявок. Со всей России организаторы выбрали 19 лучших коллективов. Их концерт начнется 23 июня в 19.30 на Красной площади. А вот традиционные шествия перенесли на 24-е. Стартуют в 17 часов от Национальной библиотеки. В этом году шествие, которое перенесено на 24-е, будет иметь особенность. В нем будут принимать участие театральные коллективы нашей республики. То есть на улице нашего города выйдут герои книг, любимых книг на площади республики. Нас встретит молодежный флешмоб. Это маленький сюрприз для гостей наших фестивалей. Не будем разглашать, что конкретно делает эта молодежь. Единственное, что на площади республики запланированы селфи и с гостями фестивалей. В этот же день, 24 июня, в 12 часов на Красной площади начнется Всечувашский Акатуй. Пока еще об этом никому не говорил, вот сейчас могу озвучить, изучая историю проведения этого праздника, нашего Агадуя. Кстати, даже наш Агадуй старше, чем Сабантуй. В эти годы исполняется 2000 лет. Две площадки у нас будет торжественное открытие в 12 часов на Красной площади. И потом мы дальше, после торжественного открытия, плавно переходим к монументу Матери. Там три момента. Первый момент – это воегарды, большой хоровод. Дальше обращение к Всевышнему. И третий, но самый интересный, на Агадуя готовили шурбе. Вы знаете, что такое. Каждый район должен был готовить шурбе. Но, к сожалению, пожарники, прошу прощения, что так выражаюсь, не разрешили. Но, тем не менее, дано задание каждому району. И каждый район привозит свои угощения. Из уже полюбившихся жителей мероприятий. 23 июня в 11 часов во внутреннем дворе Национального музея начнется конкурс «Русь мастеровая». 24 июня в 22 часа на Красной площади стартует фолк-дискотека. Ну, а теперь о новых событиях в праздничном календаре. 23 июня в 16 часов по адресу улица Карла Маркса, дом 32. Торжественно откроется музей Чувашской вышивки. Там будут представлены самые первые предметы, на которых мы видим изображение Чувашского орнамента. Будут представлены сами экспонаты. И как в комплексе костюма, так и отдельными предметами. И второй зал экспозиции будет посвящен деятельности, я назову, как эта фабрика называлась в 20 веке, альгейшевской фабрики Пахатерия, которая сыграла огромную роль в развитии, в становлении Чувашской вышивки на профессиональной основе в 20 веке. И еще одно новое грандиозное событие. 23 июня в 18 часов на Красной площади дадут старт Всероссийскому фестивалю Святой Александр Невский. Указом президента Российской Федерации в 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. И вот этот продюсерский центр «Невский город Москва» разработал целую программу, которая стартует у нас с вами 23 июня и будет продолжаться до 2021 года. В программе фестиваля это выступление культовой группы «Атака», солиста «Хартеру» группы «Если» Стаса Бартенева. И гвоздь программы в Чебоксарах, лауреат народной премии «Глаз Ангельской Руси» Владимир Нелюбин. Артисты покажут чебоксарцам и гостям столицы концертный вариант рок-оперы Александр Невский. Ну и, конечно, День Республики не обойдется без грандиозного шоу в небе. Два дня неба над чебоксарами будут озарять лучшие пиротехнические команды, участники фестиваля фейерверков. Кстати, помимо столицы Чувашии, в этом году основной праздничной площадкой станет деревня Асхва Канарского района. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. К другим новостям. Провести лето с пользой многие школьники Республики предпочитают во время каникул и не только отдыхать. Более 4 тысяч подростков в столице Республики планируют поработать. Где и как узнавала наша съемочная группа. Курьеры, помощники рабочих профессий, упаковщики, озеленители – это еще не весь перечень, где работают подростки в свободное время. Ребята имеют возможность работать как в своей школе, так и на крупных предприятиях города. На сегодняшний день они с удовольствием принимают подростков. Вы видите, что подростками занимаются. Занимается и озеленитель, мастера здесь. Ребят, которые получили опыт первой трудовой деятельности, в городе уже более 2,5 тысяч. Всего по плану у нас 4100 подростков за год. Пять дней по 4 часа в неделю ребята занимаются благоустройством территории. Заработную плату выплачивает предприятие из расчета минимального размера оплаты труда. Также служба занятости выделяет материальную поддержку. Ученики 20-й школы города Чебоксары работают весь год. В июне трудоустроены 20 человек. По 2 часа в день кто-то работает в вожатом в школьном лагере, а кто-то в трудовой бригаде по благоустройству пришкольных участков. Очень усердно работали над зеленением территории. То есть и пололи здесь, и поливали всякие растения. Также помогали библиотекарю с книгами. Подклеивали их периодически и расставляли по полкам. Это просто весело. То есть мы здесь с ребятами занимаемся какой-то деятельностью. И все это как бы сближает нас и помогает, мне кажется, и в будущем. Кроме приятного времяпровождения, работа летом может стать и полезной. За свою занятость ребята получают и зарплату. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. На Чебоксарском заливе появились новые обитатели. К уже обосновавшейся там уткам и лебедям теперь присоединилась пара пеликанов. Этим летом акватория залива пополнится и другими водоплавающими. В Чебоксарском заливе обитатели считали поштучно. Теперь их стало на 20 больше. Пеликаны, белые и черные лебеди, утки теперь радуют глаз отдыхающих. Летом залив становится самой большой территорией столичного отдыха. Причем каждый желающий может самостоятельно покормить птиц. Пеликанов живой рыбкой, а остальных комбикормом. Я думаю, что пеликаны нам продемонстрируют шоу по кормлению, потому что это всегда интересно кормить таких птиц. У них очень интересно открывается клюв, интересно они это кушают. А так тоже хотелось бы обратиться ко всем горожанам и всем, кто смотрит. Не кормите, пожалуйста, птиц ни чипсами, ни попкорном. И даже хлебом лебедей кормить тоже нельзя. В принципе, птицы все достаточно неприхотливы в содержании. Размеры залива позволяют, как бы, каждой птице ужиться в определенном уголке. Пока в водоем запущены только кучерявые пеликаны. Но уже в начале июля к ним присоединятся еще и розовые. Не удалось пока выпустить в залив уток мандаринок. Как только их привезли в Чебоксары, птицы тут же сели на гнезда. Поэтому с их выпуском воду придется повременить. Адаптацию новые обитатели залива проходили в парке Николаева. Привыкли, закалились. Так что теперь они могут находиться в воде почти до первых заморозков. Но преобразился не только водоем. В рамках программы «Комфортный город» была преобразована и набережная залива. Здесь сделали несколько новых спусков к воде, чтобы можно было отдохнуть, расслабиться и покормить птиц. Уверена, что это станет, эти места, эти спуски к воде, к заливу. И так сделают наш город уникальным. А с теми элементами, которые сегодня здесь сделаны, конечно, это станут те места, куда каждый будет привозить своих гостей. И, конечно, вместе с детьми приходить кормить тех лебедей, которые, мне кажется, уже стали брендом города Чебоксары. Подобную смотровую площадку планируют сделать еще на одном месте. В планах администрации столицы поэтапная реконструкция залива. Любимое горожанами место отдыха с каждым годом должно становиться все привлекательнее, считают в мэрии. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чебоксарах будет временно ограничено движение автотранспорта. С 7 утра до 22 вечера по улицам, примыкающим к стадиону Олимпийский, а с 18 до 23 по Президентскому бульвару, улице Ленинградская, композиторов Воробьевых, кроме троллейбусов. Также ограничат движение по дамбе Чебоксарского залива с 6 до 8 вечера и с 22 часов до 23 часов 30 минут. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии в 19.30. Время вечерних новостей немного сместилось из-за прямой трансляции торжественного открытия командного чемпионата Европы по легкой атлетике. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова